МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они и понятия не имели о цивилизации, которая могла бы создать здесь нечто подобное в далекой древности. Поэтому предпочли молчание. От находки отгородились плотным информационным занавесом. Заглянуть из него можно было только на месте. Поэтому мы и поехали в Японию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, что обычный европеец знает о рекламе? Есть отбросить роботов, электронику. Это страна восходящего солнца, цветущая сакура, девушки в кимоно и горячие сакры. Этот набор дежурных штангов возникает в голове автомата. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Япония, наверное, самая загадочная страна. История, культура, замкнутая на себе на протяжении тысяч лет. Хранящая множество загадок до сих пор. Так почему бы нам не попробовать уменьшить список этих загадок хотя бы на одну? Попытка не пытка. Чтобы не полагаться на домыслы и слухи, а получить информацию с первых рук, мы связались с Масаки Кимура, профессором морской геологии. Это единственный представитель научного мира, который серьезно воспринял сообщения о находке. Он не только встретился с нами и поделился результатами своих исследований, но и позвонил Аратаке, первооткрывателю загадочной подводной структуры, и Аратаке любезно согласился нас принять. Аратаке, вы знаете, сейчас вы? Аратаке, вы знаете, в России. Пока одна часть нашей съемочной группы встречалась с Кимуром, другая попыталась перед улетом на остров наладить контакт с местными богами и заручиться их поддержкой. Может быть, я плохо просил, а может быть, обратился просто не к тому богу, который заведует здесь погодой. Но обычно приветливый и теплый остров Янагуни встретил нас с штормовым ветром. Что будем с такой погодой делать, не знаю. Меня смущает не сколько туч на небе, да сколько шторм на море. Лодка просто может не выйти в такую погоду. Может получиться глуповато. Похоже, что эта гостиница есть. Места нет. А где самая эта штука стоит? Самое интересное, это есть всякие поиски. Мы сюда сейчас едем. Мы договорились. Что я предлагаю четверым людям? Идти под воду, да? Да, Кирилл Славович. Ну и я не знаю, может быть. Подожди, ну это вот эта вот она? Туда попасть было невозможно, очень высокая волна была. И сегодня, вот только пьема несколько, только сейчас можно выходить. Вот мы вас ждем, чтобы взять. Надо сразу идти. Надо сразу собираться. Самое главное включить электричество. Да, баллончики, карликовые. И вот, наконец, мы двигаемся к главной цели нашего путешествия. Вместо, расположенное неподалеку от самой южной точки острова. Это место называется Изеки-Пойнт. Там, на небольшой глубине, располагается объект 200-метровой длины, который стал причиной газетного шума в 85-м. О его природе долгое время шли яростные споры. Является ли он результатом игры природных сил или имеет искусственное происхождение? Нам очень хочется дать на этот вопрос наш собственный ответ. Покачивается. Ничего. Под водой, наверное, легче будет. Выбираться будет противно на лодку. На такой волне. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никогда не устану удивляться вот этому контрасту. Наверху, может быть, ветер, шторм, дождь. А под водой сразу тишина и вечный покой. Нам повезло. Несмотря на бурю, вода удивительно прозрачная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остров находится в таком очень интересном месте. Там очень сильное течение, и это большое счастье для нашей цивилизации, потому что именно эти течения не дали кораллам возможности поселиться на этих скалах, на этих камнях. И отсюда и колоссальная прозрачность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По мере того, как мы приближаемся к местному назначению, напряжение возрастает. Оно каким-то незримым образом передается от одного участника экспедиции к другому. Я просто с ума сходил от ожидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот оно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арочные ворота. Первый объект на нашем маршруте. Громадная каменная кладка. Как будто какой-то великан специально установил огромные камни друг на друга, оставив небольшой проход в Звестняковой стене. А вот сам проход для великана маловат. Пожалуй, как раз в пору обычному человеку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вид на ворота с противоположной стороны уже не так эффективен. Если преодолеть первую волну эмоций, то можно предположить, что в принципе они могли образоваться и в ходе естественных процессов. Но некогда отвлекаться на рассуждение. Перед нами уже новый объект. Два громадных блока-близнеца, которые вызывают в памяти образы знаменитого Стоунхеджа. Глядя на их идеальную прямоугольную форму, уже невозможно усомниться в их искусственном происхождении. Кроме того, как сказал нам профессор Кимура, эти блоки из Звестняка. А Звестняк не имеет привычки раскалываться сам по таким ровным линиям и контурам. Близнецы отличаются по материалу от основного монумента, в ответственности на которого мы уже находимся. Значит, их доставили сюда из какого-то другого места. Откуда? Кто и зачем перетаскивал блоки, вес которых даже на глаз? Никак не меньше ста тонн каждый. Похоже, их даже ставили не здесь, а где-то наверху. Откуда они, возможно, и упали? Очень хотелось посмотреть, откуда. Но вся верхняя часть монумента почти достигает поверхности, а там шторм. Риск, конечно, благородное дело, но не до такой степени. Поэтому мы начинаем двигаться вдоль монумента, постепенно немного поднимаясь вверх. Ожидание – это великое состояние. Недаром говорят, что если чего-то очень хочешь, то обязательно получишь. Ради вот этого зрелища стоило ехать через Бомбера. Разве могут фотографии и рисунки передать величие того, что мы сейчас видим своими глазами? Громадная, ровная терраса и ступени длиной в десятки метров. Четкие грани и выступы. Неужели это могла сделать природа без помощи человека? Ей богу не верится. В формах расположения деталей чувствуется какая-то причудливая, но в то же время очень строгая архитектура. Возможно, основным строителем выступала сама природа, создав ровные горизонтальные поверхности за счет слоистой структуры скалы. Но к чистому холсту явно приложил руку некий художник. Именно он создавал уже те окончательные формы, которые мы видим. Все-таки это больше похоже на какое-то технологическое сооружение. Не только людям, я думаю, любому мыслящему существу свойственно украшать свои жилища, украшать то, что он создает своими руками или лапами, или я не знаю чем. То, что в этом огромном сооружении нет никакого украшательства, это в первую очередь говорит в пользу версии, что это технологическое сооружение. Возможно, это был космодром, потому что размеры соответствуют. Все строго, все технологично, какие-то пропилы, какие-то отводы, я не знаю, то ли воды, то ли чего там они отводили, какие-то хорошо обработанные овалы, окружности, какие-то треугольные пазы. Вполне вероятно, что это какой-то космодром, принадлежащий другой цивилизации. Мы много с Кириллом спорили на тему инопланетян. Лично я очень не приемлю вот таких подходов Дейникина из фильма «Вспоминания о будущем». Типа, если не инопланетяне, то кто? Когда все труднообъяснимое, сразу с помощью каких-то непонятных инопланетян пытаются объяснить. Мне очень нравится подход Туру Хейердала, с которым мне посчастливилось путешествовать. На острове Пасхи он сказал, даже если я вижу что-то совсем невероятное, я в первую очередь пытаюсь понять, как бы это могли сделать люди. Очень не хочется торопиться, но, к сожалению, запас воздуха в баллоне ограничен, и надо двигаться дальше. На верхней террасе монумента тут же начинают попадаться искусственные элементы. Вот один из них, треугольный бассейн с небольшими ступеньками по краю. Не было бы ничего странного, если бы бассейн находился на краю пласта породы. Но здесь выемка закрыта со всех сторон. Это уже не под силу никаким стихийным процессом. Ни ветру, ни волнам, ни подводным течением. На краю бассейна два круглых отверстия. Как могла возникнуть такая форма? Ну, допустим, подобное углубление могло бы промыть сильный строй воды из большого крана или водопад. Но здесь нет ни крана, невозвышение, откуда могла бы эта вода стекать. Остается признать, что это углубление в скале сделано чьей-то рукой. Есть версия, что монумент служил причалом, а в эти ямы укладывались бревна, опора каких-то портовых построек. А рядом есть ямы и побольше. На соседних островах в древности в таких круглых ямах хоронили умерших. на монументе очень много треугольников, и не только в виде выемок. Вот, например, треугольник, который как бы приставлен одной стороны к другому. И, наконец, нам встречается такой объект, одного которого достаточно, чтобы убедиться в участии человека. Невысокий пласт породы, выступающий над основной площадкой, пересекается с желобом небольшой ширины. Желоб начинается неоткуда и заканчивается ничем. Он абсолютно прямой и не везде прорезан на всю глубину пласта. Здесь даже остались небольшие ступеньки. Совершенно очевидно, что он не может иметь естественного происхождения. Тем более, что, как бы подчеркивая намерения его создателя, с обеих сторон протянулись линии прямой разметки. Может быть, его создавали для того, чтобы в дальнейшем отколоть громадный блок породы. Продвигаясь дальше, заглядываем в ближайшую промоину. В ней мне попадается любопытная трещина, точнее, даже две, расположившиеся так, что образуют идеальный крест. Первая мысль, это какой-то гигант уложил четыре блока странной формы с неизвестной целью. Или пытался расколоть скалу. С трудом удается утихомирить разгулявшееся воображение и признать, что, в принципе, это может быть всего лишь причудо природы. если от арочных ворот не подниматься вверх, а проплыть вдоль основания монумента, то попадаешь на окружную дорогу. Она почти полностью расчищена от камней, которые отодвинуты в сторону и образуют как бы насыпную стену. Причем ширина дороги в самой узкой ее части порядка шести метров. Природа так расположить камни не могла. А есть формы, которые очень напоминают искусственную вырубку. но если здесь на самом дне следы человека, то верх монумента не мог создаваться в качестве причала. Правда, он мог использоваться как причал только тысячелетиями позже, когда уровень моря поднялся почти на 20 метров. Чуть дальше дороги. ныне пустая площадка с небольшим возвышением. Еще совсем недавно на нем был огромный валун, названный камнем солнца. Сейчас он свалился вниз. Кимура считает, что камень солнца в древности мог служить своеобразными солнечными часами. Очень может быть. на плите мы видим какие-то таинственные знаки. Деление тех же часов или какая-то разметка или надпись неизвестно. Возвращаемся к монументу. Всего десяток другой метров в сторону от верхней террасы с треугольным бассейном и желобом, а пейзаж уже совершенно другой. Полностью исчезли острые грани и кромки. Вся форма сглажена, ни треугольников, ни ступеней. И никаких следов человека. Взгляд все равно машинально продолжает искать что-то необычное, что-то рукотворное. И вот почти в вертикальных стенках очередной расщелина уже так и хочется увидеть следы человеческих рук. Но приходится возвращаться в реальность. Никаких четких свидетельств вмешательства кого-либо кроме природы здесь нет. на самом деле в пользу искусственности говорит то, что вот смотри в сторону отошли и начались обычные круглые камни. А там вот эти острые углы они нигде больше не повторяются. Впечатление от того, что мы видели под водой невероятное. У нас нет никаких сомнений, что мы имеем дело со следами очень древней цивилизации. И вовсе не примитивной, а достаточно развитой, которая не составляла проблем справляться с громадными блоками в сотни тонн. Невольно вспоминается версия о легендарном материке Му, который существовал здесь много тысяч лет назад и погиб в ходе какой-то катастрофы. Геологические данные отвергают версию такого дополнительного материка в Тихом океане. Но и дело в том, что до подъема уровня моря Япония была частью Евразии, то есть материка. И вот в этом варианте древняя мифология уже не противоречит геологии. Меня поразило, что все фотографии, которые существуют, они сделаны с наиболее выгодных точек. Чтобы было никакого сомнения, что это рукотворная вещь. Значит, вот эти ворота, вот их все снимают вот так, вот так вот, камушка, вот так, потом вот так, вот так, вот так, и вот такая тут лежит здоровенная глыба. Очень похожа, но она на самом деле вот такая длинная. Дальше вот эти близнецы их рисуют как два столба таких. А это не столбы, это совершенно параллелепипеды, которые вот туда уходят и скрываются за камнями. То есть такое ощущение, что они просто съехали сверху. Другое дело, что у них фантастически обработаны вот эти поверхности ровно. вот эти вот. Да, это две плиты, лежащие рядом, параллельно друг другу. Стоящие. Но по идее они могли съехать и сверху, в принципе. И, конечно, самое фантастическое место это вот это вот здесь. Вот тут у меня просто слов нет, и, видите, это не с чем, когда вот так треугольник скошен под 60 градусов. И тут лестница начинается. Сторонных треугольников на удивление. И выбранных, и поднятых. Да, и природой, конечно, такие треугольники нельзя создать. Для подтверждения своих выводов мы решили поездить по острову и поискать похожие ступенчатые структуры на суше. Как назло, погода совсем испортилась. Остров упирался изо всех сил и не хотел раскрывать свои тайны. Ну и нам тоже отступать было некуда. Раз уж ввязались, надо доводить дело до конца и проверять все как следует. Дело в том, что некоторые местные скалы образованы осадочными породами. Накапливаясь в течение миллионов лет, они спрессовались горизонтальными слоями, по которым происходит разрушение скал под воздействием природных сил. Именно поэтому образуются ровные плоские площадки. Нашли мы даже почти ровный треугольник. Но все-таки здесь нет того громадного разнообразия форм, которые на монументе собраны на очень небольшом пространстве. Участие человека в создании монумента несомненно. А что здесь? А вот эта часть очень похожа на искусственную вырубку. Но чтобы доказать это, нужно глубокое профессиональное изучение. Порода мягкая. И все-таки абсолютно убежден, что сейчас я стою на площадке искусственного происхождения. Вывод об искусственном происхождении подводных объектов Янагуни был поддержан Международной Геологической Конференцией в Японии в 2001 году. Споры вроде бы поутихли, но наступило молчание, которое мы сегодня прервали, однако далеко не до конца. Впрочем, об этом во второй части нашего фильма. Весной 1985 года японские газеты оповестили о сенсационной находке, грозившей перевернуть привычный взгляд на древнюю историю. В прибрежных водах небольшого острова был найден странный объект, имевший признаки искусственного происхождения. О находке разгорели жаркие споры. Одни настаивали на ее создании человеком, другие списывали все на игру природы. В 2001 году споры закончились. Международная конференция геологов согласилась с выводом об участии человека в создании загадочного объекта, возраст которого оценивался минимум в 10 тысяч лет. Реакция историков стала гробовое молчание. «То, что мы увидели в Японии, о чем рассказали в первой части фильма, у нас самих не вызвало никаких сомнений. Участие человека в создании подводного монумента устроен огонь, очевидно. Строгие геометрические формы, абсолютно прямые линии и кромки гигантских ступеней и террас. Многочисленные следы доработки прородной скалы неизвестным архитекторам. Пытаться доказывать, что это причудливая игра природы могут лишь те, кто ничего не видел своими глазами или не хотят этим глазам верить. Спорить с подобными скептиками просто скучно. Гораздо интереснее попытаться понять назначение этой удивительной конструкции. Чем мы займемся? Типовые варианты историков для подобных древних объектов храм или обсерватория. Для обсерватории здесь нет четко выраженных признаков. Храм и монумент, конечно, мог бы быть, но в громадных усилиях по его созданию ради всего изнесения молитв есть все-то выходящее за рамки здравого смысла. А ссылаться на странности мышления древних ничем не лучше, чем ссылаться на инопланетян. Это просто уход от ответа на вопрос. Одну из версий высказали участники экспедиции 98-го года. Самая масштабная экспедиция за всю историю изучения монумента. В состав входили геологи, подводные археологи, опытные дайверы и даже антропологи-лингисты. Поскольку им было очень удобно привязывать лодку к имевшимся выступам, они предположили, что и сам монумент был причалом. Но тогда непонятно, откуда искусственный объект у основания монумента. Так что, если он и был причалом, то много позже времени свое создание, когда уровень моря уже поднялся к верхней части конструкции. Масаки Кимура, профессор морской геологии и основной эксперт по местным подводным объектам, обратил внимание на сходство некоторых деталей монумента с архитектурой императорского дворца на острове Окинава и предположил, что монумент был древним дворцом. Правда, неясно, где вход в этот дворец. Монумент – это цельная скала. Нет даже никаких остатков какой-либо надстройки на верхней части. Зато есть желоба, платформы и ступени. И взгляд невольно схватывает какие-то аналогии. Какое-то сходство есть, да? Но аналогия – штука тонкая, требует аккуратного подхода. Ступени – довольно типичный элемент для горной местности. Встречаются на всех континентах. Так же, как и желоба для стока воды после дождя. Однако, версия дворца находит неожиданный отголосок в древних мифах. Есть легенда, которую знает, наверное, каждый японский школьник Окинавы из соседних островов. Эта легенда рассказывает о рыбаке по имени Урасима Таро, который в незапамятные времена жил здесь на берегу моря. Как-то раз отправился Урасима на лодке в море, чтобы наловить рыбу на ужин. Но в этот день ему явно не везло, и вместо рыбы на крючок трижды попадалась одна и та же черепаха, которую рыбак, каждый раз пожалев, отпускал в море. В этой борьбе с черепахей незаметно прошел день и наступил вечер. Так ничего и не поймав, Урасима уже направил свою лодку к берегу. Вдруг появился большой корабль с посыльным от дочери-повелителя морей, которая приглашала рыбака к себе в гости. Урасима пересел на корабль, который вдруг погрузился в глубины моря и приплыл к такому великолепному дворцу, красоты которого на земле не встретишь. Не является ли древний монумент и нагуни тем самым великолепным подводным дворцом? Как гласит эта древняя легенда, повелитель морей и хозяин подводного дворца никто иной, как дракон. Странный, кстати, загадочный персонаж, каким-то образом попавший в мифологию очень разных народов на разных континентах. Откуда вообще мог появиться этот образ, реальность которого не может даже допустить сознание современного человека? Ну, вернемся на остров Яногуми. Поближе к загадочной подводной конструкции, с вопросами о которой мы обратились к Ихачиро Аратаки, человеку, который и обнаружил монумент, и который, сразу же, поняв всю важность открытия, пытался привлечь внимание профессиональных ученых к найденному объекту. Чем не желая того и породил тот самый газетный шут в 85-м году. Предупрежденный о нашем приезде профессором Кимурой, Аратаки встретил вас весьма приветливо и радушно в своем доме. Надо сказать, что я представлял его себе совсем иначе. Навитал оказался совершеннейшим пиратом. Загорелое обветренное лицо с японским пришельным взглядом, длинное, забранное в косичку, в волосы, хромающая походка. Кажется, жил в Аратаки в знаменитую эпоху Великой Географической Открытии. Точно быть ему джентльменом удачи. Он и сам, полушутя, полусерьезно называется пиратом. И, похоже, специально поддерживает этот образ. Даже напиток, который он нам преподнес, настойный на весьма экзотических ингредиентах, вполне соответствовал пиратскому пойлу и по крепости, и по вкусу. Градусов 60. Несмотря на всю загадочность, уникальность находки Аратаки, его самого и остров не так уж часто посещают исследовательские съемочные группы. Самая первая из них, которая прорвала информационную завесу, прибыла сюда лишь в 97-м году, то есть только через 12 лет после открытия монумента. Возглавлял эту экспедицию, случайно узнавший о находке, активный исследователь неизвестных древних цивилизаций Грэм Хэнкок, который пригласил с собой Роберта Шотча, геолога, известного прежде своим выводом о том, что знаменитый египетский сфинкс намного тысяч лет старше того, чем принято сегодня считать. Шотч предположил, что монумент в глубокой древности служил карьером или каменоломней. Но, пожалуй, эта версия гораздо лучше других, соответствует всему внешнему виду монумента и его отдельным деталям. Но куда пошел камень из этого карьера? Может быть, на строительство загадочной пирамиды, которую Аратаки, по его словам, видел у восточного мыса острова? Из-за очень сильного течения и большой глубины Аратаки не успел ее даже сфотографировать. Так что, неясно, есть ли она вообще. В ходе экспедиции 1998 года за три недели погружения исследователи не только детально изучили монумент, но и подняли с морского дна любопытные находки. Среди них просверленные камни с простенькими символами, брелев какого-то животного вроде быка и примитивные скребки. А, бомб! И вот прыгнул один. Аратаки повел нас на место этих находок. Честно говоря, они не очень впечатляют. Есть все-таки какое-то противоречие между этими маленькими примитивными изделиями и величием монумента. Трудно представить себе человека, который только что абсолютно ровно откалывал громадные глубы камни весом сотни тонн, куда-то их перетаскивал и тут же использовал какие-то примитивные скребки. Однако, сомнения сомнениями, но от азарта тоже никуда не деться. Очень хотелось поискать еще на том месте, где другие уже что-то нашли. Конечно, мы не удержались. Наш улов оказался нулевым. На серосте повезло. Может быть, был не наш день. Или не наше место. Но, конечно, для серьезных поисков нужно приезжать сюда на месяц. Далее мы двинулись к подводной пещере, которая также располагается неподалеку от монумента. Она примечательна тем, что в ней исследователи нашли сталактиты, которые доказали геологам, что верны их оценке времени, когда уровень моря был значительно ниже современного, и монумент находился на суше. К великому сожалению, сейчас в эту пещеру попасть невозможно. Несколько лет назад в ней заблудились и погибли три японских дайвера. Для японцев такое место становится священным. И чтобы оградить это место от посторонних, они заложили вход в пещеру и поставили рядом памятный знак. Через какое-то время вход и вовсе обрушился, придавив упавший при этом знак и закрывшись уже наглухо. Природа сама закончила то, что начали люди. Следовавшие местные традиции. Есть в этом что-то символичное. Нам же остались только старые фотографии из Талактита в этой пещере, сделанные еще до трагического события. Не так-то легко остров расстается со своими тайнами. И прикосновение к прошлому не всегда безопасно. Отдав дань памяти погибшим японским дайверам, мы двинулись в другую пещеру, неподалеку. Когда мы готовились к поездке, мы, конечно, просматривали фотографии в интернете. Были среди них фотографии Сталактитов в осыпавшейся пещере. Я ожидал увидеть нечто подобное. Сталактиты метровой величины. Реальность оказалась не такой яркой. Мы нашли здесь небольшие Сталактиты. Буквально в зачаточном состоянии. И только образование внизу пещеры известковый обмытый камень, очень напоминающий Сталагнит было приличных размеров. Но в данном случае размер абсолютно не имеет значения. Важен сам факт наличия Сталактитов. А они есть. Пусть и небольшие. Дело в том, что Сталактиты образуются только на суше. Тогда, когда вода, просачиваясь через известняк, встречает на своем пути полость или пещеру. Под водой этот процесс невозможен. Если здесь, на морском дне, есть Сталактиты, значит было время, когда эти пещеры находились на суше, а уровень моря был значительно ниже современного. Датировка по Бериллию-10, проведенной для Сталактитов в недоступной на ней пещере, показала, что процесс их образования завершился не менее 10 тысяч лет назад. Именно тогда море затопило пещеры, и рост Сталактитов остановился. Это полностью совпало с оценками ученых по изменению в прошлом уровне мирового океана. Таким образом, геологи смогли вполне надежно подвести время, когда монумент Янагуни мог быть создан. И достаточно ясно, что создавался он именно на суше, а не под водой. И поэтому геологи утверждают, что возраст его от 10 до 16 тысяч лет. Замечу, что эта дата по принятой ныне шкале времени. Уже есть попытки ее пересмотра. Кому-то она кажется слишком короткой, кто-то наоборот пытается уложить все время существование земли в библейское описание. Но нам в данном случае даже не важно, верна ли принятая шкала, растянется она или сожмется в ходе дальнейших исследований. В любом из этих вариантов оказывается, что монумент Янагуни создан задолго до правления первых египетских фараонов. Вот что повергает в шок историков. И в этом причина их молчания и ухода от серьезного изучения этого объекта. Ведь вывод о существовании здесь в древности высокорастой цивилизации имеет далеко идущие последствия. Появилась даже версия, что Япония является самым древним центром цивилизации, откуда культура распространялась уже по всей планете. Но монументу Янагуни просто сильно повезло. Повезло с тем, что он под водой, а вода как бы законсервировала его возраст, зафиксировав отметку как минимум 10 тысяч лет. На самом деле многие другие объекты могут оказаться гораздо старше, нежели те даты, которые им сейчас приписывают. И тогда монумент Янагуни окажется не самым древним сооружением, а всего лишь одним из многих. Казалось бы, чего страшного в пополнении списка древних цивилизаций еще одной. Но навалились бы всем миром, но совершали бы массу открытий, получили бы степень и звание и должность. Однако тогда грозила бы рухнуть вся сложившаяся официальная картина истории. А ведь за ее создание уже получены степени звания и должности. Вот и срабатывает опять пресловутый человеческий фактор и систему, пожирающая сама себя. В поисках элементов, похожих на ступенчатые структуры монумента, мы снова отправились исследовать остров. Может, то, что мы увидим, даст нам какие-то иные версии назначения подобного объекта. или хотя бы подтолкнет на новые идеи. Порой самая мелкая деталь способна направить весь ход поисков совершенно в другом направлении. И поэтому приходится собирать массу таких мелких деталей, чтобы потом просеивать их через сито здравого смысла. Что-то, в конце концов, окажется лишней шелухой, а что-то может неожиданно стать ключевым фактом. Открою секрет, мы заранее знали, что именно мы ищем. В конце дня мы, кажется, нашли то, что искали. Это кладбище, старое захоронение. По традиции оно напоминает дом, который зачастую больше, чем дом, в котором человек жил при жизни. Обратите внимание вот на эти ступени, это очень характерная деталь. Может быть, то, что мы видели под водой, это гигантское древнее захоронение. Может быть, древнее захоронение гигантов? Если учесть размеры и масштабы, то гиганты были метров под 50 ростом. Между прочим, лет 20 назад к овалиционному древу человека пытались представить ветвь под названием гигант эпитеки. Правда, из современных вариантов древа эта ветвь куда-то исчезла. Хотя, эзотерические источники не сомневаются в том, что гиганты на земле в прошлом были. И к Богу похоже. Любопытно, что склепы с подобными формами встречаются только на острове Янагуни. Так что, все может быть гораздо проще. Может быть, древние жители острова видели монумент, когда он уступал над водой. или его видели местные ныряльщики, а увидев, пытались сохранить и отобразить в своих склепах его формы, которые производили на них наверняка не меньшее впечатление, чем на нас. Я всегда стараюсь улавливать то, что называется энергетическое составляющее. Место, особенно, если это место странное, необъясненное. Сам остров Янагуни довольно депрессивно действовал. Может быть, тут и виной была погода, и шторм, и ветер, дождь непрекращающийся. И как нас болтало на этом маленьком катере. Я ждал продолжения вот этого дискомфорта под водой, потому что вообще в шторм погружаться очень сложно. А под водой вдруг наступал покой невероятный, вот, как рядом с египетской пирамидой. Какой-то покой, вот, который вечностью пахнет. И под водой я себя там чувствовал. Гораздо увереннее и лучше, чем на сужи. На неугомонной аратаке не дает отвлечься на размышлениях. Я вообще поражаюсь тому, как он умудряется так быстро плавать со своей хромой ногой. Мы за ним еле поспевали. А здесь еще и приличная глубина, метров под 40. И приходится торопиться. Времени в обрез впереди у нас новый объект. Это так называемый стадион. в окружении ступенчатых скал издали напоминающих трибуны. Большая, почти на 100 метров, в двух направлениях открытая ровная площадка. Кажется, она специально кем-то расчищена от камней, которых много везде вокруг. А здесь абсолютно нет. ступенчатых скал. Но у меня нет уверенности, что все-таки это похоже на стадион. Это больше похоже на какую-то площадь для каких-то собраний. Я не знаю, что это были танцы или проводы космонавтов, или, я не знаю, собрания профсоюза строителей, но как-то не очень. Это в моих ощущениях. Тут трудно говорить о том, что это было, потому что это не очень понятно. Можно только полагаться на ощущениях. В моих ощущениях это была какая-то такая ассамблея, на которой присутствовало много людей, и все они были очень не похожи на нас, во всяком случае, своими размерами. Здесь Аратаки показывает нам место, которое очень напоминает кирпичную кладку. Даже уже привыкнув к тому, что постоянно встречаешь это необычное, все равно перехватывает дыхание. Кирпичная кладка здесь, на глубине 40 метров, в месте, которое было суше не менее 12 тысяч лет назад. Разум отказывается воспринимать такие невероятные мысли, глаза-то видят. И, конечно, мы не могли им поддаться соблазну и предложению Аратаки выломать этот кирпич, чтобы взять его с собой и отдать на анализ. Очень трудно было утерпеть и не расколоть его прямо там, в Японии. Но мы все-таки довезли свою добычу до Москвы и распилили уже здесь. Увы, разум оказался прав. Никакой это не кирпич. И человек здесь, похоже, ни при чем. Музыка предложенный мне для рассмотрения образец горной породы является типичным представителем пород осадочного комплекса, которые подверглись глубокому метаморфизму. Осадочный комплекс пород образуется в морской среде на небольших глубинах. Это обычные песчано-глинистые отложения с присутствием кварцев и других минералов. Но если с кирпичом и были на месте какие-то сомнения, то вот это место просто ошеломило. Прямо в ступенях идеально вырезанное прямоугольное отверстие, уходящее куда-то вглубь. Насколько далеко, нам определить не удалось. Замечательное место для какого-нибудь шпионского тайника. Но первая мысль совсем иная. Это водосток. Или, скажем, место кабеля. В голову приходят именно такие современные образы. Настолько идеально вырезанное это отверстие. И никаких мыслей об игре природы здесь просто не возникает. Когда видишь такие ровные края и прямые внутренние углы. На краю стадиона попадаются уже знакомые нам желоба и прорези, рассекающие каменную породу. Хочется рассмотреть их получше, чтобы понять, естественно, они или искусственны. Но глубина порядка 40 метров и времени в обрез. Аратаки постоянно вас подгоняет. поэтому мы буквально галопом проносимся мимо расходящихся в разные стороны углублений, очень похожих на проделанные кем-то проходы или тропы с остатками то ли какого-то покрытия, то ли просто выступов породы в окружении дренажных канавок. Вообще очень хочется сидеть здесь месяцами, изучая каждую деталь. Настолько все интересно и интригующе. На пути к последнему объекту встречаем любопытные скалы. Как подчеркивая тот факт, что некогда они были на суше, у их основания видны отчетливые следы древнего прибора. И наконец объект убивающий скептиков наповал. Издали он напоминает рубку подводной лодки, но по мере приближения эта рубка постепенно превращается в голову. Не идеально человеческую, а сильно стилизованную. Хотя ее сравнивают иногда со статуями острова Пасхи, но манера исполнения совершенно иная. Ее глаза производят странные впечатления. То они кажутся абсолютно симметричными, то как будто скошены на один бок, как у Камбала. Все зависит от угла. Если бы это был замысел художника, как он добился такого эффекта? голова. Где сама голова? При взгляде с одной точки, ну, точно, голова человека с глазами, ртом и подбородком, высеченным даже с каким-то знанием анатомии. Отплываешь в бок метров пять, уже и не голова руси. Странное сочетание. С одной стороны, вроде примитива, а с другой какого-то совершенства. Перед поездкой в интернете нам попалась одна фотография этой головы, которая сразу вызвала смутное ощущение обмана. Здесь мы смогли в этом убедиться. Фотография была явно подрисована. Хотя на реальной голове есть какие-то вырезанные углубления. Их форма заветно отличается от того, что изображено на фотографии. Та голова, которую мы планировали снимать, ради которой мы туда приехали, она сделана, по моему ощущению, достаточно грубой. Это сделана стилизованная голова. И на ней совершенно естественно напрашивается продолжение. То есть, скорее всего, раньше, когда еще не было воды, когда она была над поверхностью земли, на ней возможность другого материала было сделано такое оперение и возможно что-то типа такой короны над головой это тросица. так вот этот кусок камня его можно с натяжкой называть головой. Конечно, он должен был быть как-то оформлен. Здесь Аратаки установил табличку в память об известном ныряльщике Жаке Майоле. Голова стала местом его последнего погружения. Может быть, поэтому местные дайверы называют глаза головы глазами Жак. Прощаемся с острым с чувством какой-то грусти. Даже не столько от расставания, сколько от досады на ту стену молчания, которые воздвигли вокруг этих удивительных подводных объектов. очень хочется, чтобы они были изучены. Изучены без какого-либо замалчивания или подтасовки реальных фактов в угоду той или иной теории. Будь то теории инопланетян или Атлантиды или ортодоксальной версии истории. В конце концов, дело настоящего исследователя тщательно собирать и анализировать все факты, каким бы странными они ни казались. Собирать и искать им наиболее разумное объяснение. Только тогда мы будем уверены, что это действительно наша история. КОНЕЦ